мои хорошие всем привет привет пиратской жизни чем-нибудь какую солнышко-то ярко хотя мчс не дремлет мне сегодня прислали просто сообщение буквально час назад в течение часа трех будут сильные проливные дожди прям вообще писец прям не знаю куда деваться прям чуть ли не до 50 миллиметров осадка будет за один раз много чего-то как-то пока нету так ребятки всем еще раз здрасьте у меня тут уже с утра начались дела вы какие я тут делаю поставила стираться белье постельное учащую поменяли до сюда туда сюда ковыряюсь вот вчера короче знаете уже успела кучу дел переделать перестирала коврики в туалете в ванной постиралась навеску а вот помыла полы и везде протерла пыли очень короче все они как-то могу что-то остановиться делаю дела я вот воду поменяли на сладкий целый чайник и целая вода сейчас хочу творить пельмени у нас закончится поговорить что-то не хочу очень интересно когда хочу готовить готовить особо я люблю а в любом настроении я человек настроение не так дела надо сегодня еще не доделать вытяжку за 200 дома воды я хотел сходить купальники калорий а калорий нас из 303 белки жиры углеводов радиоли вообще не кажется просто обычные пельмени просто такая форму необычные попробуем это красном сметанка осталось нормой нормой сейчас мы что-нибудь вкусненькое замутим так не знаю вот чаще как и не доели на черешку или или и не доели как такое возможно солить не доедем а все стирается все варится все парится все готовится приложу поменьше было то есть но когда есть пол дыньку пол дыньку пол дыньку пол дыньку пол дыньку вот еще еще красиво даже прям как это как будто специально нарезан это можно побыть а и куча шуток газ промзать травы пышет пышет а принц работает картошка варила я включала а немножко вытягивает как соли прям чуть-чуть присолить постоянно все пересолить до пересолить получается или же как-то косовые предстрастия поменяли что хочется чего-то такого соленого сейчас узнать валялась лежала кстати читала всякие разума попалась короче статья на дзене кстати читал там иногда очень интересные статьи попадаются короче попалась статья про девушку а вот у которой мой детей короче двоих детей и у него это забрала двоих детей из-за того что ну как бы считается что она умственно отстала вот и сейчас за этих детей чтобы ей вернуть борется волонтеров а вот как там пишут что у нее типа айки уменьшить 90 на тебя не умеет читать писать и вот и поставить такую диаметику на утром достал вот когда знаете тоже знаете почитала комментарии сильно зачастую даже когда вот машинам бабушки дедушки тогда например тоже по моему если не ошибаюсь могу что вас вам тоже вот ну мало грамотные были а вот но я не буду утверждать я не помню часто такое было в деревнях что так сказать люди зачастую не умели не читать написать было такое согласись чтение не все там ходили в школу не у всех была возможность когда видите тоже учили а тут как бы страшно читать писать не умеет ее сразу объявили умственно короче отбирать меня детей вот я понимаю что может быть не знаю как бы многие говорят что типа вот детей должны рожать только там те кто такие 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 нельзя рожать этим взять тем вот некоторые там говорят а вот статья как раз потом так написано опять же я считаю что это уже перебор потому что там уже в комментариях написать а тем кто за 40 тоже рожать нельзя типы там могут быть генетические поломки а тем кто у кого там зайти там дцп вот он при тоже им рожать нельзя там за в сахаром диабетом рожать нельзя и прочим понимать и вот там уже такая фигня развернулась что как бы тоже какая-то прям фигня получается что это этим нельзя этим нельзя этим этим типом нужно знаете кто вообще выясняет что как он может это нельзя вот причем знать я посмотрела она не алкашка она не какая-то напустившаяся дать кормит твои детей дамбу не царя в голове скажем так не очень но блин просто только из того что она не умеет читать писать у нее отбирать детей на самом деле в комментариях уже развернулась такая баталия что хочу этим нельзя тем нельзя вот этим можно вот этим нельзя вообще кто определяет кому можно кому нельзя просто мы действительно там уже смотрю уже за эти комментарии пошли типа нельзя после 40 рожать потому что типа генетические поломки могут быть нельзя там действительно вот с каким заболеваниями там что это такое я считаю что так нельзя говорить так нельзя говорить вот в принципе любой имеет право рожать детей просто там у кого-то это не получается еще не факт что знаете например если у пары нет детей это типа так природа постаралась что у них типа не должно их быть представляете не всегда так бывает он не частенько знаете попадаются кучу кучу всяких роликов совершенно нормальная женщина совершенно нормальные мужчины вот не получается у них физическим путем просто родить ребенка это не значит они какие-то там нормальные какие-то там отсталые какие там знаете больные там или еще что-то просто физическим путем у них не получается это может случиться по разным причинам это не значит что они не должны размножаться опять же тех кто после 40 например вот те кто после 40 не в европе например сейчас вообще это очень часто что люди сначала делают карьеру потом начинают заводить детей понимаете это не значит что так сказать им нельзя и так далее да конечно после 40 возможно какие-то а генетические поломки но их может и не быть знаете это не сто процентов это не сто процентов он есть примеров когда женщина рожает вообще там чуть ли не в 50 кучу примеров одна женщина вообще 60 с лишним родила ничего и дочка выросла и хорошая такая вот это знаете вот это разграничение этим нельзя это тем нельзя это уже прям действительно попахивает какой-то найти ногой евгений которая вот этим можно тем нельзя и так далее я считаю что всем можно и природа нет нет она где-то понимать она на самом деле естественно конечно от силы вот но это не факт что все значит так вопросу не суждено достопать технологии это уже другой выбор хочет иметь детей не хочет а кто там запрещает запрещать я конечно есть такой момент когда у людей вот у меня например да вот когда вот я думаю то есть и ребенка я думаю а смогу ли я его вырасти а смогу ли я его воспитать могу ли дать ему достойно образования хватит мне денег хватит на миссию хватит мне ресурсов и все вот эти вот смогу ли смогу ли смогу ли у меня они постоянно висят в голове может быть из-за этого у меня есть какие-то проблемы на плане того что я слишком много думаю из-за этого не правда может не дает а вот а у некоторых людей которые в принципе меньше об этом заботиться думаешь инстинкт он преобладает размножение он работает и они соответственно легко и просто но я говорю я осуждаю например опустившийся людей которые скажем так никого это развлечение секас скажем так и тогда а вот для кого знаете они по пьяни вот это я осуждаю давайте но тут ну да девушка не царя в голове но сразу объявлять ее какой-то такой сразу там климите а еще до кучи давайте всех лишь мне кажется перебор и узнать меня такие статьи попадают как вообще-то что пускай потом удивляюсь так и люди вещи пишут вообще страшно как-то жить важно конечно в первую очередь нужно я считаю что ребенок это должен быть осознанный выбор это должно быть знаете решение которому ты писать нашел которому ты действительно готов и готовь все ответственность не только за себя из-за ребенка ты готов для него сделать это не просто там за этим проделать все и забыл сегонок это вот большое дело зачастую люди в погоне так сказать за какими-то лозунгами они уже готовы всех подряд под одну гребенку а это так сказать не есть хорошо начитал статью и жутко и жуть плюс классно так сплыли провелики классно смотрится давайте уже всех объявлять что например у вована сахарный диабет и что ему теперь детей что ли не иметь у меня при инсулин и чем я теперь детей тоже ними или вред из того что я полный люменов скриваю чем я теперь детей не иметь глупо вообще я считаю что это глупо кто вообще эти люди которые решают кому можно кому нельзя зачастую знаете зачастую вот у этих критиков которые вот этого все говорят они сами там не отдаю себе отчеты в том как они выглядят как они живут как они вообще там не за какие у них умственные способности чат не умеет читать и чё ну значит не воспитали значит не занимались это значит человек там у моего даже из ооо извините меня там такие люди могут быть вот сколько мне тоже примеров подается девочка синдром дауна а вот и которые занимаются очень сильно родители так и что она рисует отлично она красивая ну с особенностями но она очень внешне ухоженная красиво это занимается собой спортом занимаются да а вот понимаете и они устраиваются в жизни даже тоже тот же самый ребенок велины блюдо 100 а тоже вот она занимается тут мальчика промыть и все зависит от того каким как ты будешь заниматься он кэрика это же вот я смотрю периодически тоже она занимается ребенку тоже не легкий там этот аутизм легкая форма но ребенок не говорит но она опять же сколько вот она впахивает она занимается чтобы ребенок дать ему будущее это не просто там знаете родил так сказать он больной ты его стал куда ты все и ты живешь дальше нет человек занимается смотря сколько будет вложено и действительно практически из любого человека можно сделать вот так вот нормально но говорит что вот тебе нельзя потому что у тебя вот это вот я считаю что так нельзя говорить я говорю столько минут ролик впадают по поводу эйка там и прочее и понимаете и говорю столько много девчонок девушек ну давайте называть девчонками тоже темы девчонки понимать столько много девчонок попадаются которые совершенно нормально ну вот не дала вот природы где-то там знаете одна там говорил у меня там был полип я даже про не знала мы многое долгое время пытались там с мужем а вот и ничего нас не получалось а вот я пошла там припродуктологу мне там удалили полип в итоге я сама потом в итоге вот какая-то фигня человек не проверялся особо да и вот просто даже не знал про а на самом деле пытаясь пытаясь нифига не получалось и там что-нибудь там пусть он фактор мы еще очень понимаете и это на самом деле так вот су легко на самом деле решается вот и просто дети они могут быть появиться это не значит что если до какого-то момента не родились это значит что вы природу не дала значит ведь это не суждено а че ты не должен быть ради я считаю так что ей продает конечно да вот но опять же она же от них не отказывает она не пьет она там не ускурилась она там не маргинальный образ жизни там идет и как-то чтобы кто-то и говорил что вот ты типа это прожи не вышло ты типа не не справа типа там чуть ли не трубы и привязать это неправильно я против алкашей я против каких-то опустившихся детей рожают для того чтобы там не за получать пословия получать какие-то там выплаты вот это я против вот но если человек вот но более-менее нормально но не очень ночью такую нам кормит по это что дом у него более-менее нормально чисто и так вот прям на просили все накинулись короче вот такие вот у меня мысли что думаете у меня короче стирки вот вообще конечно знаете пока ты много думаешь много я вот свое время очень много а вот и может быть в какой-то момент нужно какая-то легкая знаете вот эйфория что ли легкая легкая о скажем так когда ты не думаешь о последствиях когда ты просто вот ну наслаждаешься моментом и так далее никогда у тебя сидит а я как этого и как это как чем больше мы заморачиваемся тем меньше у нас что-то получается я так думаю не знаю как я уже говорила в даст бог слава богу не даст ну рыса значит суждено а вот но опять же это еще не знать что вот например я не достойно размножаться или еще кто-то там недостойно давайте не будем судьями давайте не будем решать кто-то кто может кто-то не может кто-то хочет не хочет если бог дает ребенка да значит она так и не должно быть а вот это не значит что там так сказать наш организм на самом деле очень сильно так устроен по умному что если прям поломки какие-то организм не допустит так что вот мои мысли игру нужно меньше думать . вот тогда глядишь все и получится так что вот но я всем и каждому желаю испытать жесткое счастье я надеюсь когда я тоже пытаю вот но и пожалуйста девочки мальчики давайте не будем судить тех кого мы не знаем потому что мы не знаем как они жили живут будут жить да и все это хорошее они хорошие это нам только взгляд со стороны вы не прожили с этим человеком и не знаете как она ничего ладно увидишь на счет всем хорошей зрения пока